Здравствуйте, товарищи! Всем привет! Всем привет! С вами Рэмми Майснер. Да, здравствуйте. Дхарма 1937. Здравствуйте. И всё прогрессивное человечество, это вы, то есть, с нами. Привыкайте. Привыкайте к высокому почётному статусу. Сегодня мы будем говорить о статье, поговорить о которой обещали в ролике про выборы. Про выборы. Ой, про Холмогорова. Чего мы только не обещали. Про тюрьму для Холмогорова, да. Ошився, про Холмогорова, да. Ну, потому что, да, надо же действительно разъяснить товарищам, кто, может, не в курсе, что у нас Владимир Ильич на самом деле говорил о русских, а то Егорушка, наверное, же в тюрьму всех русских закроет. Статья Владимира Ильича Ленина о национальной гордости великороссов. Написанная в 2014 году. Одна из первых, кстати, статей, которую я прочитал, ленинских именно. Книжечка такая была, покетбук. Там была о национальной гордости великороссов. И еще там очерк, по-моему, про Маркса и про марксизм. И две тактики социал-демократии. Две тактики социал-демократии я тогда вообще не понял. Ну, то есть он пишет там, вот что пишут меньшевики. И вроде все ровно пишут. Ну, я тогда это как неофит еще. Пролетариат вроде у них там, слово присутствует. Революция присутствует. Там вроде ура-ура. Так что не так-то? А тут Ильич начинает объяснять, что там каждая запятая не так. Вот, очерк про марксизм мне понравился. И очень тогда понравился именно о национальной гордости великороссов. Потому что у меня еще на тот момент, я уже вовсю к нашим идеям пер, но все-таки 20 лет непрерывных рассказов про то, что русских Ленин ненавидел. Особенно просто у него был какой-то лютый расизм. Как-то про Ивашек. Ивашек надо дурить. Дурить. Из-за дурения Ивашек мы власть не захватим. На Россию мне блевать. Да, да. Дурить это подразумевало... Для того мы школу ему построили. Чтобы дурить легче было. Известно, что образованного легче обдурить жили. Вот. И поликлинику тоже. Чтобы они дольше жили, Ивашки, дольше их можно было дурить, соответственно. Ты восьмичасовой рабочий день. Чтобы было свободное время. Чтобы свободное время было для того, чтобы слушать, как мы их дурим. А то тоже устанут. Аирподсов-то еще не было в то время, чтобы прям на работе слушать. Это вот так после. И вот статья, собственно. 14-й год. Начало Первой мировой войны. Начинается полемика внутри партии РСДРП. Между Лениным и его противниками, которые осуждают, упрекают его всячески в отсутствии патриотизма и любви к своему отечеству. Если я люблю свое отечество, значит, если я русских люблю, я должен прям мечтать, чтобы их начали миллионами в топку кидать за окрестно Святой Софии. Очевидно, вот такой вот ход мыслей у этих был. Граждан. Да нет, такое же повсеместно велось все эти дискуссии. Когда предложили коммунистам по всему миру, что давайте-ка вы с буржуями, мол. Военушку саботировать, да. Не, наоборот, буржуи-то им говорят, давайте вы не саботируете, давайте вы нам, наоборот, помогаете. И будете в правительстве сидеть, ребят. Будьте как Зюганов. Хотите стать Зюгановыми? И кое-кто сказал да. И некоторые с удовольствием побежали. И тут же начали себя там измысливать. Во Франции там, что... Не, ну война, конечно, плохо, блин. Но мы же с кем собираемся там воевать-то? С проклятыми немцами. Понимаешь, с немцами там, понимаешь, а у них там кайзер же. Да. Понимаешь, у них же там кайзер сидит. Да. Так, конечно же, блин, у нас, значит, прогрессивная война-то. Как же мы можем, понимаешь, ее саботировать, если мы, республиканцы, собираемся какого-то кайзера одолевать? А у кайзера, что характерно, блин, то же самое, они же там говорили. Не, ну мы-то вот, война-то, конечно, плохо, и мы там 10 лет подряд говорили, что никогда и ни за что. Но мы-то с кем собираемся воевать? С Россией. Вот вы гляньте, у нас тут социальные... У нас хоть и кайзер тоже, как у них там Николашка сидит, но у нас-то, блин, в это самое... Мы в парламенте заседаем, а не в сибирской ссылке-то, блин. У нас-то свободы как намного больше, так классно же туда ее принести. С фондом, блин, если бы они Москву бы взяли, а они бы Ленина в парламент посадили, блин. Ага, в первом технике. Так нет, и Ленин еще до войны, он про это говорит. Все это, говорит, одна подлая брехня. Понимаешь, подлая, гнусная подготовка бойни. Понимаешь? А тут съехали, конечно, нашим тогда этих германских социал-демократов там ставили, блин, в пример. Вот они, смотрите, как паиньки. Пошли все и проголосовали за военные кредиты. Вот он где, патриотизм. Ну и все это под какие-то толкования о национальности, об отечестве, о национальной гордости. Причем вот Ленин с самого начала замечает, что это происходит повсеместно. Не только на территории Российской империи, но и в Англии, и во Франции. И туда же, вот вторят им, как он выражается, писаки России. Все на тысячи ладов воспевают свободу независимость Родины, в кавычках. Величие принципа национальной самостоятельности. И нельзя понять, где заканчивается похвала в сторону Николая Романова и истязателей негров и обитателей Индии, как выражает Селенин. И начинается дюжинный мещанин по тупоумию или бесхарактерности, плывущий по течению. То есть все размыто. Все. Ну, дать тебе, грубо говоря, из каждого утюга ручше. Все, вперед, блин. За веру царя и отечества умрем, умрем, умрем. Это у Демьяна было такое. Как раз. Дворяне, банкиры, попы и купечество на бой снаряжает Тимоха Ерем кричали за веру царя и отечества умрем, умрем, умрем. Вот так вот было делано. И вот на эту пропаганду, как замечает Ленин, Попробуем, а мы? Да. Затрачиваются десятки, сотни миллионов в год. Тебе ничего не напоминает? Интересно. Вот. И пробует он, ну как, он прямо так пишет. Попробуем и мы, великорусские социал-демократы, определить свое отношение к этому идейному течению. Я думал, он себя с гордостью немцам уже именовал Ленина. А, видишь, великорусские, социал-демократы. Я думал, он расстреливал за слово русский. Разве нет? А за великорусский нет. А, великорусский надо было добавлять. Точно. Все. И сказать, что у тебя национальная гордость есть. Конечно. И тогда тебя не расстреляют. Все, поняли. Так. Я дальше прямо зачитаю. Да, конечно. Как он пытается определить свое отношение и вообще всех социал-демократов. Нам, представителям великодержавной нации Крайнего Востока Европы и доброй доли Азии, неприлично было бы забывать о громадном значении национального вопроса. Особенно в такой стране, которую справедливо называют тюрьмой народов. Хабмагоров вышел из чата. В такое время, когда именно на Дальнем Востоке... Нет, ну а как? Нет, подожди. А как не тюрьма? А как не тюрьма? Блин. Даже у Алексея Константиновича недавно и ташкентцы живут у нас в плену. Нет, а как не в плену? Ну, если извините, мы пришли, значит. Их кто там рулил, значит, всех попросили подвинуться, наверное, и сказали, что теперь это, значит, наша территория. Там что, референдум, что ли, какой проводили? Да, не было. Что-то, по-моему, нет. И все, вы сидите. Вашу культуру мы за культуру не считаем. Вашу религию мы считаем за... Инородцы, да. Да, вы инородцы. Ты, короче, если хочешь тут к чему-то вот идти, чем-то управлять там, чем-то командовать, ты, значит, забудь свою религию, забудь свою культуру, понимаешь? И вот нашу, блин, возьми. Именно... Не то, что, блин, это самое, а оставь религиозные предрассудки. Нет, ты пойди перекрестись. И потом хотя бы для виду из вольной исповеди, блин, там являться. Имя еще неплохо сменить на какую-нибудь более удовольную. Да, фамилию, блин, да. Ну, вот, в общем, полный разрыв с корнями, блин, от тебя требуется. А те, кто с корнями не разорвался, ну, значит, все. У вас никакого нет национального представительства. Опять же, в школу хочешь, значит, из вольной на русском языке научиться. Ну, да. Ну, да, и Ленин тоже это подчеркивает и говорит, что время такое, когда именно на Дальнем Востоке Европы и в Азии, то есть как раз на территории РИ, капитализм будет к жизни и к сознанию целый ряд новых, больших и малых наций. В такой момент, когда царская монархия поставила под ружье миллионы великороссов и инородцев, чтобы решить целый ряд национальных вопросов сообразно интересам Совета Объединенного Дворянства и Бычковых с крестовниками. Ну, то есть этих помещиков и буржуев. Ну, да. Кто в фамилии там сильно нет и в организациях не разбирается. Там, значит, были помещики, которым давайте нам больше земли под Латифундии. И там были буржуи, которые кричали, давайте нам новые источники сырья и рынки сбыта. Вот. Причем сами они лично за это воевать не хотели идти. То есть Рябушинского там или банкера Рубинштейна в окопах никто не наблюдал. Но они все были зато очень патриоты. Прям такие. Прям за войну, за войну, блин. Особенно если еще тендер на поставку сапог в армию какой-нибудь еще к этому приложится. Они вообще ультра становились патриотами. И ультра прям ястребами. Да. Ну и, соответственно, Ленин тоже варьирует. И дальше идет просто великая фраза, которая, на мой взгляд, должна быть выбита на каждом углу в граните. Ага. Ну-ка. Чужда ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной гордости? Конечно, нет. Мы любим свой язык и свою родину. Мы больше всего работаем над тем, чтобы ее трудящейся массы, то есть 9 десятых ее населения, поднять до сознательной жизни демократов и социалистов. Нам больнее всего видеть и чувствовать, каким насилием, гнету и издевательством подвергают нашу прекрасную родину царские палачи, дворяне и капиталисты. Мы гордимся тем, что эти насилия вызывали отпор из нашей среды и среды великорусов, что эта среда выдвинула родищево, декабристов, революционеров, разночинцев 70-х годов, что великорусский рабочий класс создал в 1905 году могучую революционную партию масс, что великорусский мужик начал в то же время становиться демократом, начал свергать попа и помещика. Так, вот, заценили глубину мысли товарища Ленина? Вот, опять же, всем нашим усвоить, что как только вот разговор пошел, что мы вот самые патриоты, конечно, мы-то самые патриоты и есть. А что, патриот не хочет, чтобы русские люди лучше кушали, и жили в удобных жилищах? И чтобы, если русский человек где-то там отработал, ему заплатили, сколько договаривались, изначально, и точно в срок. Ну, хотя бы, чтобы он вещью быть перестал. Ну, например. А вот это больновато. Вот что русские люди друг дружку продают, и сами продаются, вон там в рабство. Нам больно видеть, больнее всех, что с русской культурой стало. Вот мы, опять же, постоянно сокровищницы, пребываем, считай, посреди груд золота и самоцветов, и другим еще, вон, советуем туда заглянуть. Вот, а посмотрите, что с культурой стало, что с языком стало. Мы любим русский язык. Мы любим русский язык, нам больно вот слышать. Эти корявые англицизмы, понимаешь, а с другой стороны, что, мы же понимаем, что никакими компаниями, там, этими семинарами, ничего ты не добьешься. Если у нас периферия капиталистического мира, мы в метрополии, на английском говорят, так ясный хрен, у нас все больше там словечек прямо оттуда, мне не проникают. Это еще в 90-е началось, прям потоком, бизнесмены там, менеджеры там, и прочее, конетельные. Дальше Ленин вспоминает слова великого русского демократа Чернышевского, который когда-то писал «Жалкая нация, нация рабов, сверху донизу все рабы». И как Ленина трактует? Он пишет, по-нашему это были... Да, да, скажи сначала, как Ленин. Да, ну, как он это понимает, там нечего понимать на самом деле, там все совершенно ясно. Человек сказал в запальчивости, человек кричал, что про свободу не находил отклика. Понимаешь? Да. Он психанул, и что дальше? Он же не оставил, блин, ни любви к народу, ни попыток, блин, его спасти. Нет, и что он сказал не так? Это нация натуральная, натуральная нация рабов. То есть есть рабы, есть рабовладельцы, которые, кстати, сами тоже в рабстве, потому что у них система там, пипец, что ты у своего начальника, ну, считай раб. Он тебя в любой момент, там, любого там воевода, блин, чуть более старший воевода, мог, блин, ногтем просто, блин, сковырнуть, семью загубить. Особенно если там еще кровь какая-то есть, голубая, то тогда вообще с ним лучше не мокаться. Ну, так опять же, а и среди тех, у кого голубая, там еще есть разряд, у кого еще голубее, понимаешь? То есть и они все, да и вплоть до царя, который вроде как вот и сидит вообще, блин, окруженный, блядь, десятью дивизиями, блин, охраны, и все равно бздит, как бы к нему сейчас офицеры с табакеркой, там не зашли ночью, блин. А вот, все трясутся сверху донизу. Он просто, это просто объективное положение вещей, и если кто-то там будет обижаться, вот он русский народ оскорбил, извините, блин, перед тем, как ты человека лечишь, блин, никакого ему сказать, что он больной. Без всяких этих, ой, а как больной, какое-то не очень хорошее слово, там, может что-нибудь там вот, придумать какой-нибудь эвфемизм, там, покучеряю. И Полов сомнительной, и печенье, Тут же дело еще в том, что люди рабы, не потому что русские, не потому что русские, не потому что русские сиволабы. Кстати, вот ты за пол, все зашибись, между прочим, вот, вот, подметил. Кто хочет, кстати говоря, наебать, тот наоборот, он тебе будет рассказывать, ой, какой ты умненький Буратин, ой, какой ты великий Буратин, ты самый древний Буратин, из всех Буратин, да. Пошли, пошли на поле чудес. Иисус родился в Крыму. точно. вот. Так, вот, возвращаясь к нации рабов, Леонид пишет, по-нашему, это были слова настоящей любви к родине. Любви, тоскующей вследствие отсутствия революционности в массах великорусского населения. Тогда ее не было, теперь ее мало, но она уже есть. Мы полны чувств национальной гордости, ибо великорусская нация тоже создала революционный класс, тоже доказала, что она способна дать человечеству великие образцы борьбы за свободу и за социализм. И дала. Да, а не только великие погромы, ряды виселец, застенки, великие голодовки и великое раболепство перед попами, царями, помещиками и капиталистами. Нет, а кроме шуток, ведь это раболепство, прямо тогдашние Холмогоровы возводили в достоинство. Вот как на коленях-то любит ползать. Достоевский, аж великий гуманист Достоевский, и тот что-то там ляпнул в том духе. Ну, это же так по-русски, вот прийти к генералу, и бахнуться на колени в приемные. И чувствовать стыд. По-русски, блин, это оказывается. Русский патриот, там русский народ боганой, и тут же, блин, о, блин, на колени-то что, не падайте, вам же нравится. А тебе не нравится? Ты что, не русский, сука, а ты не русский, блин, и все, и сапогом. Нет, правильно, это как раз вопль любви. Я пришел, братишка мой, понимаешь, в таком скотском состоянии валяется, ясный хрен, блин, я ему буду помогать, и при этом буду ку**ить с его последними словами. Еще, чтобы он в себя пришел. Понимаешь? А то, может, крестьянин, знаешь, он за этой поповской бредятиной, он реально, он забыл, что он раб-то, что это вообще ужас, вот так жить. Только у него, понимаешь, а ему говорят, так и надо, так мир устроен, да, бог терпел и нам велел, что понятно, тяжко на том свете отдохнем, блин, там туда-сюда. Откуда самое главное ему взять еще знания другие? Барин, например, может, он не задумывался, но реально, он с детства в этом растет, не он, что я рабовладелец, а значит, я урод вообще конченый. И вот себе в любой книжке, вот как хорошая библиотека, которая была в войну, там написано, что меня надо убить. Там написано рабовладельцем, блин, а это ж я. Ёлы-палы, понимаешь? И все, и пошел тоже там, как Сонечка Перовская, что-нибудь сделать такое, отчаянное, хорошее. Вот. Так что, прав Тарич Ленин. Да, и он тут вот делает акцент два раза на слове тоже. То есть, вот есть, допустим, немцы, у которых были глыбы. Да. Без всяких. Но мы тоже. Да, мы тоже. Мы тоже. Да. У нас Радищев был, да, у нас Декабристы были. Нифига себе, блин. Самые, блин, эти пенки и сливки, блин, крепостников взяли и пошли, блин, и умерли. За то, чтобы не было крепостников в стране. Это же просто офигеть. Причем на полном серьезе прям шли, почитайте, что они там писали перед тем, как поперли. Каждый второй так и пишет. Идем, сейчас умрем красиво, блин, ну, зато это, хоть Россия всколыхнется. Хоть запустить вот эту мысль, там, блин. А может быть, без рабства как-нибудь? И даже не так, а в более решительной форме. Нет, мы будем жить без рабства. Если кто-то не понимает, блин, мы вышли со стволами, блин, ребят, все. Рабство терпеть мы больше не намерены. Мы устали. У нас есть право про это говорить, потому что мы кровью залили своей. Пол Европы, грубо говоря. И уж кто-кто, а уж мы-то за Россию страданули нормально. Мне понравилось, как в этом последнем кине, показали, понял, мажоры, шампанского надыли, и пошли экстремизмом заниматься. Союз спасения. Про декабристов, потому что про декабристов. Ладно, давай дальше к Ильичу. Послушаем, как музыка, слова Ильича. Тут как раз по поводу оправдывания рабства. И мы вспоминаем же, что это полемика с противниками Ленина, да, по партии. Ленин продолжает. Мы полны чувства национальной гордости, и именно поэтому мы особенно ненавидим свое рабское прошлое, когда помещики, дворяне вели на войну мужиков, чтобы удушить свободу Венгрии, Польши, Персии, Китая. И свое рабское настоящее. То есть, прикиньте, какое паскудство. Не только тебя загнали в рабство, тебе еще дали, блин, ружбайку, со штыком, и еще послали рабство насаждать в другие места. Как тогда в сороковые, когда, блин, он по Европе поскидывали уже куркули, а наши пришли и их посадили, блин, на место. Это же просто прикинь, какую гадость заставили сделать, и главное, блин, заставили же. Жандарм. Понимаешь, русский мужик, он сути, блин, тамошних конфликтов вообще не знал, блин. Его просто туда погнали, блин, сначала палками били, мол, лет 10, чтобы приучить к тому, что на любой окрик ты бежишь сразу выполнять. Вот, а потом пошли, блин, республики там давить, царей сажать назад. Прикинь, каким гадом тебя для всех сделали, прикинь, для тамошних ты кто. Конечно. Прикинь, тут уже всех этих дерипасок потами всех-всех прогнали, тут раз приходят, блин, и посадили нам их назад на шею. А те еще так, ну-ка, кто там, блин, лазил в Мейзо-Крама. Да? Вот рабское прошлое, да, когда ввели на войну. И сейчас же история повторяется. То есть свое рабское настоящее опишет Ленин, когда те же помещики ведут нас на войну, чтобы душить Польшу и Украину, чтобы давить демократическое движение в Персии и в Китае, чтобы усилить позорищую наше великоросское национальное достоинство шайку Романовых Бобринских-Пуришкевичей. Бобринских. Бобринских, да? Так, когда вот тогда в Китае тамошние китайские товарищи, прикинь, при злобных оккупантах, там, в нечеловеческих условиях, когда их там как собак просто мочили там целыми деревнями, они там, значит, создали эти клубы единоборств, там, потом вышли всеми этими клубами там по всей стране, давайте их оккупантов нагибать. И наши туда заходят как каратели, прикинь, и наши их начинают вот гнобить. Это вот, вот он национальный позор, понимаешь, вот он национальный позор, когда русский солдат пришел как каратель, восставшее мужичье в крови топить. А поскольку они, значит, такое проворачивали там в Персии, в Китае, там, где только не делали, они у себя то же самое, у себя же то же самое, того же, как каратели, тоже пришли по толпе пару залпов сделали, там, туда им, сюда им. Обрати внимание, ну, как вон, 9 января, в кровавое воскресенье, что-то никого не остановилось, что-то... Отстрелялись нормально. Отстрелялись, ладно, они же потом еще шашками рубить, еще вслед поскакали. И рубили, блин, от всей души. Гражданских, своих, то есть, где, блин, что-то, как доходит, вот, до 17-го года, они начинают просто, блин, тонны, блин, соплей, блин, проливать, что, а, русские там, убивали русских, а тут нормально, да, блин, пару тысяч человек покрошили, и хрен знает, сколько еще там загнулось, потому что в больницу, блин, боялись идти с ранениями, так что хрен знает, сколько там вообще померло. Хражданских тем, кто там был активен. Да. Нет, а, естественно, а как еще? Тебе надо показать, что ты это поощряешь, нет, представь себя на месте, Николашки. Да, а как еще? Только, чтобы у них в голове было, что мне за усердие медальку еще одну дадут. Вот, ладно, давай дальше, дальше к Ильичу. Да. Никто не повинен в том, если он родился рабом, но раб, который не только чуждается стремлений к своей свободе, но оправдывает и прикрашивает свое рабство, например, называет удушение Польши, Украины и так далее, защитой отечества великоросов. Да. Такой раб есть вызывающий законное чувство негодования, презрения и омерзения, халуй и хам. Прекрасно. Вот. Да, нет, отлично, отлично, вот запомните суть. Знаешь, и вот, и как такое встретить, ему сразу, блин, прям, бейте, блин, цитаткой из Ильича. Что ладно, раб-то еще ладно, если ты родился, чем ты виноват. Так просто случилось, как бы, лотерея генетическая. Да. Тебя даже никто не будет обвинять, что там, блин, ты со Спартаком не побежал. Понимаешь? Да. допустим, ты слабосильный, понимаешь, ну, или ты просто робкий. Ну, что делать, опять же, блин, при рабской жизни, каким-то еще быть. Не тогда ты мрач, когда ты за Спартаком не побежал. А вот когда ты начал, вот, вот нафига вообще вот это мутить? Хозяин добрый, там, он бочку пива там вот выставляет, нет, нет, по субботам. Вот когда ты мразь. Вот когда, блин, ты враг человечества и человечного. А так, ну, ладно, ты просто, а так ты просто раб. Понимаешь? Но если ты даже и не хочешь на свободу, ну, это, я говорю, это джанго классный. У Джексона последняя, наверное, крутая роль. Наверное, больше ничего круче уже не сыграет. Хаус Нигер, блин, дворня такая. Чё, нет, типичный Фирс какой-нибудь. Это он в этом вишневом саде, это когда действие происходит, это Фирс, он уже старичок очень дряхлый, поэтому жалко даже его. А так, представишь, как он с этим, вот, как он забарен там тудым-сюдым, когда он про эту самую, про отмену крепостного права, когда горе там случилось, там еще эти самые петухи, собаки выли, там, блин, прикинь, когда он молодой-то был, о, блин, небось, что, небось, не хуже этого самого Джексона там ходил, понимаешь, сколько человек, небось, погубил. Вот, вот, да, вот, он уже, он уже халуй, понимаешь, это когда ты уже не просто раб, а когда ты уже за добрым барином бежишь, понимаешь, еще смотришь на, собратьев по несчастью своих, смотришь, кто там против барина, что, пи***ь, вот сейчас я ему как в ухо заряжу, барин опять же мне конфетку пожалует, или рюмочку, еще лучше. Вот, правильно, блин, вот, вот, товарищи, вот, не надо, блин, халуями не надо быть, вот, свободу надо хотя бы хотеть, хотя бы в душе стремление к ней иметь, а иначе совсем тухло. Так, поехали дальше. Хорошую цитату приводит Ленин из Маркса Энгельса, не может быть свободен народ, который угнетает чужие народы. Ну, мы только что считали, что там вот ирванцы не хотели, что Энгельс вроде писал, и новый Ленин что-то там говорил, что Энгельс не любил, гастарвайтеров. Не можно, нет, правильно, правильно, конечно. Ты, 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 вообще крайняя степень халуя, если ты еще рабство в другие места несешь. Мало того, что сам в рабстве живешь, еще и вот, попер еще других человеков вещами сделать. Вот, и дальше Ильич уже говорит про актуальное. Да, он пишет, что нельзя в 20 веке в Европе, хотя бы и в Дальневосточной Европе, защищать отечество в кавычках, иначе, как борясь всеми революционными средствами против монархии, помещиков и капиталистов своего отечества, то есть худших врагов нашей родины. Да, вот опять же грамотная мысль Ильича, что хватит там про наши интересы там, блин, за рубежом. У нас сейчас у патриотов, блин, один главный интерес. Вот тех, кто нас угнетает прогнать, мы уже в оккупации, считай, живем. Куда вы, кого вы пошли освобождать, за кого вы пошли вступаться, за себя сначала заступись. Сначала сделай так, чтобы хоть голос твой было слышно, блин, вон, в стране, тогда коллективные прошения даже нельзя было подавать. То есть просто вообще нельзя. Криминал был в том, что ты просто, блин, собрал соседей и вместе вы пожаловались. Только дворяне имели право. И то. Не. Продолжим. Да. Нельзя, значит, защищать отечество. И кроме всего, вот все эти лицемерные патриотические фразы, они приучают к угнетению чужих народов, приучают прикрывать свой позор. Нельзя защищать отечество, если его у тебя нет. Да. Понимаете? А у пролетария нет отечества. На тот момент союза еще не было. Вот в чем смысл, в том, что отечество, ребята, это отчий дом, считай, да, в переводе. Отчий дом, это куда вот ты устал, понимаешь, пришел, на тебя позаботиться. Понимаешь? Вот. Где, если ты там заболел, тебя вылечат. Понимаешь, это место, где тебя воспитали, мне научили всякому хорошему. Нет, и поэтому вот для Дерипаски, например, там, для Потанина, у нас натурально отчий дом. смотрите, он только попросит, ему сразу раз 300 миллиардов там из бюджета, вот, на, держите, у тебя плохо с бизнесом. Вот для него это отчий дом. Понимаешь, а для всех остальных, ты попробуй его там в кредиты залези, скажи хотя бы не 300 миллиардов, но хотя бы 1150 мне подкиньте, блин, на поддержание штанов. Ага, только бери еще кредит. И какой же это отчий дом, если я здесь заболею, блин, и загнусь. И пофиг, блин, понимаешь. И меня, и меня хрен, когда тут накормят, блин, даже при наличии, блин, еды. Ну вот, как раз по поводу прогрессивности. Хорошо, вот есть хорошая фраза, которую чуть упустили мы. Ответ на всякие инсинуации, нехорошие. Нельзя великорусом защищать отечество и иначе, как живая, поражение во всякой войне царизму. Во всякой, не только вот в этой, в которой участвуем мы, там, немцы, еще кто-то. В данный конкретный, текущий. Да, да, а в любой, вообще в любой. Потому что ни за что хорошее он не воюет. Нет, опять же, блин, опять же, тоже не надо абсолютизировать. Если тут какой-нибудь, блин, завоеватель нам придет, который тут хочет вообще всех, блин, на ошейнике надеть. Понимаешь, тогда, тогда и царизм, если он в отмашку пойдет. Ну, только они же быстрее нас и продадут любому такому завоевателю. Договорить, проще. Да. А самое главное, они для нас вот именно такой завоеватель, который нам надевает ошейники. Понимаешь, вот. И их надо в первую очередь видеть-то. Понимаешь, вот главного врага. Так же, как для германского, например, для него свой кайзер, самый первый был враг для германского пролетария. Потому что он первый до тебя добрался. Вот этот вражина. Завоевателю еще надо к тебе прийти, там, через это самое, домаршировать до тебя. А эти уже здесь. И ведут себя так же, обратно, и говорят так же. и всякие теории превосходства ихнего у них написаны там, почему они лучше и почему они должны там круче всех кушать. Почему-то они похожи все друг на друга. Да, и все друг на друга похожи, блин. Я говорю, посмотрите тогда, вон они собрались, тогда братья эти. Английский, наш Николаш, блин, приехали. кузены. Да вообще, блин, ты костюмы поменял. И посолон не будет знать, кого вывозить. Нет. Да, продолжим. Да, Ленин разбирает иную точку зрения и пишет. Нам возразят, может быть, что кроме царизма и под его крылышком возникла и окрепла уже другая историческая сила. Великорусский капитализм, который делает прогрессивную работу, централизуя экономические и сплачивая громадные области. И что дальше? Но такое возражение не оправдывает, а еще сильнее обвиняет наших социалистов-шовинистов. Допустим, даже, что история решит вопрос в пользу великорусского великодержавного капитализма против стаи одной маленькой нации. Это не невозможно, ибо вся история капитала есть история насилия и гребежа, крови и грязи. И мы вовсе не сторонники непременно маленьких наций. Мы, безусловно, при прочих равных условиях за централизацию и против мещанского идеала федеративных отношений. Чем больше хозяйства, тем лучше для нас. Да. Однако даже в данном случае, в таком случае, во-первых, не наше дело, не дело демократов, не говоря уже о социалистах, помогать, ну, там, всяким Романовым, Бобринским, впрочем. Да, во-первых, да, действительно. Ишь ты, блин, огорчились за русский капитал, там, туда-сюда, ну, что, помочь им хотите, да, типа, у них сил своих мало, у них мало помогальников. Помочь дышить Украину. То, что, например, им Николашка помогает, блин, это что, мало еще, вы хотите заодно. Ну, нашли обиженных. А дальше, вот, немножко про немцев. Бисмарк сделал по-своему, по-юнкерски, прогрессивное историческое дело. Но хорош был бы тот марксист, в кавычках, который на этом основании вздумал бы оправдывать социалистическую помощь Бисмарку. И при том, Бисмарк помогал экономическому развитию, объединяя раздробленных немцев, которых угнетали другие народы. А экономическое процветание и быстрое развитие Великороссии требует освобождения страны от насилия великороссов над другими народами. Эту разницу забывают наши поклонники истинно русских почти бисмарков. Так вот. Да. Нет, нет, что, опять же накидал, что, тут жевать надо или все понятно? Я думаю, в принципе. Ну да. Да, там, тем более, дальше во-вторых есть. Да, во-вторых, но это уже другой случай, если история решит вопрос в пользу великорусского, вот этого великодержавного капитализма. Отсюда следует, что тем более великой будет социалистическая роль великорусского пролетариата как главного двигателя коммунистической революции, порождаемой капиталистом. А для революции пролетариата необходимо длительное воспитание рабочих в духе полнейшего национального равенства и братства. Следовательно, с точки зрения интересов именно великорусского пролетариата необходимо длительное воспитание масс в смысле самого решительного, последовательного, смелого, революционного отстаивания, полного равноправия и право самоопределения всех угнетенных великороссами наций. Интересно? Не, ну, естественно. Опять же, и в первую очередь, почему именно великороссы этим должны заморочиться? Потому что они ближе всех к этому конкретному угнетению стоят. Ну да. То есть перестать угнетать кого бы то ни было. Оно понятно, что русский крестьянин там не получал там за этого самого казаха, блин, киргин. Но тем не менее, блин, когда это самое, когда забирали-то что-то у этих узкоглазых, кого туда пригоняли, там же не генералы шли по домам за недоимки имущества описывать. Мысль, да, что чем больше зверь, чем круче хищник, тем круче и ты, если ты его завалишь. Да, хорошая мысль. Именно. Ну и, соответственно, как раз вот про национальную гордость. Что интерес национальной гордости великороссов совпадает с социалистическим интересом великорусских пролетариев. Да. А какой план может быть горделивее вообще и круче? Мы собираемся всех голодных в мире накормить, всех раздетых одеть, всех бездомных заселить, всех беспризорных накружить, заботы именно и воспитать. И что тут вообще может... Во-первых, знаешь, вот кто нам возразит? Любой нации вот не возразят на этом. Понимаешь? Мы любой нации скажем, вот ты гондон. Не потому, что у тебя цвет волос другой и там на другом языке говоришь. У тебя мысли гондонские. Понимаешь? Потому что кто против этого, тот мразь. Кто не хочет своим ближним вот этого, понимаешь, тот я не знаю, как человек вообще может что-либо другое хотеть. Когда ты видишь толпу голодных, по-моему, блин, одно только может быть и свое стремление в душе как бы накормить их. И вот с этой идеей, с этой идеей Россия же станет, блин, авангардом всего человечества, как она и стала же, пока мы опять вот в это болото-то не скатились, где всякие тут эти националисты квакают, какие мы исключительные, ага, понозрев говне сидячим, мы же и стали авангардом всего человечества. Вот тогда, вот именно вот после того, как мы вот это вот откинули, что, блин, бандерложье вот это вот. Смотрите на нас, мы самый восхитительный народ, понимаешь, все нами восхищают. Это русский человек. Вот тут, блин, вот тут, вот тут нами стали в натуре восхищаться, понимаешь. Вот весь мир узнал, что есть такая страна Россия. Вот реально до последнего негра где-нибудь преклонных годов, где-нибудь там в этой самой, блин, среди аборигенов. Вот и они узнали, что где-то Ленин есть. Вот. И, собственно, а разве это вот не пик просто нашего национального развития? Когда еще так себя чувствовала русская нация? Когда еще полмира, блин, там, затаив дыхание, слушали, блин, и в другой половине еще, блин, даже те, кому запрещали слушать, тоже там ухо накидывали. Да. Вот. Тут диалектика. Тут опять же, блин, опять же Иисус. Все с той же мыслью, что поменьше, блин, про исключительность кричать и побольше делать исключительные всякие дела. Вот. Где еще такая масштабная задача, блин, будет? Понимаешь? Который отклик такой найден мне в сердцах вот всех, всех, всех людей доброй воли именно за рубежом. Понимаешь? Это же приятное чувство, что ты для половины глобуса спаситель. Ну, тупо. Ну. Нет, больше того, это в условиях, когда у нас даже больше половины глобуса в рабстве прозябают, какая еще может, вот, это задача всего человечества, понимаешь? это вот ты для всего вида нашего, уже не разбивая его на национальности, для всего нашего вида, блин, делаешь, мне же хорошее дело. Да, может ли одна нация выполнить такую задачу колоссальную в одиночку, действительно? Вот кто, кто, короче, начнет, ему в любом случае спасибо, блин, и спалать. Понимаешь? Вот. Эти свершения, они действительно были, блин, не местечковые, а действительно для всего человечества. И реально все человечество отдачу почувствовало. Когда даже самые жадные куркули, все-таки пару, блин, школ и поликлиник завели, понимаешь? Потому что как-то стало совсем неловко, понимаешь? Когда у тебя ничего этого вообще нет, а там, ну пусть ты кричишь, что там гулаги, да, что там каждого третьего расстреливают там по воскресеньям, блин. Но в самом-то, блин, факт, что там по всей стране школ понастроили, блин, и непрекаянных детей не осталось, которые в помойке там клей нюхают. Понимаешь? Это было уже как бы не замазать, а, значит, пришлось хотя бы для вида, блин, своих вот пристроить. Вот так. Так что вот мы тогда, мы всему миру помогли. Он себе правильно Ильич говорит. Вот интересы национальной гордости именно вот. Если кто вот хотел, если у него первую голову, я хочу, чтобы русская нация была здоровой, сильной, веселой, передовой. Вот, пожалуйста. Вот мы видим, что его интересы с интересами социалистов совпадали, а не именно, что хотели сделать русскую нацию таковой. Для этого там людей учили, лечили, для этого хозяйство развивали народное. То есть никак-то народного хозяйства не было. Тогда у каждого, короче, куркуля, свое хозяйство. И каждый куркуль на себя одеяло тянет. Знаешь, а общее чём, ну общее, если он куркульный, ладно, чего углубляться. Да. На вот. Так что, товарищи, вот ещё тысячу раз прав оказался старич Ленин. Да, ну и вот, как он подытоживает всю свою статью, наши доморощенные социал-шовинисты, Плеханов и прочее, и прочее. И прочее Зюгановы, короче. Да, да. В том последнем случае, который мы рассматривали, окажутся изменниками не только своей родине, свободной и демократической великороссии, но и изменниками пролетарскому братству всех народов России. Вот. То есть, делу социализма. Вот. То есть, всё человечество ты предашь. Это не то, что ты враг какого-то конкретного народа. Вообще, ты враг человечества. Нет, ну и действительно, а те, кто вот эту вот бойню, блин, одобрял, да ещё стоя под красным флагом. Конечно. То бишь, как бы, кося, блин, среди трудящихся под своего. Как его ещё назвать? Враг человечества. Ты вот зато, вот когда там, блин, они там лёгкие там выхаркивали в этих окопах, блин, под газовыми облаками, вот радуйся, как бы, вот твоя доля там тоже есть вот в этом событии, вот. Молодец ты. Что, хорошо кричал? Вот может кто-то, блин, там в окопе в одном оказался как раз, потому что, блин, тебя читал. Да, зато ты, да, зато ты гордишься. Как мы классно, блин, это друг дружку. И при там траванули. Как мы миллионами в расход выводим, блин, Ой, как хорошо. Как хорошо, что у нас солидные бизнесмены тендеры выигрывают тут в это время, блин. Как хорошо, что наши, блин, эти спекулянты уже там прикидывают, как они будут через Константинополь там свой товар гонять, да сколько они пошлин будут со всех других собирать. Так что вот, товарищи, значит, подводим итоги, да? Национальная гордость у русских марксистов есть. Вот, они очень любят Россию, вот ее всю, ее любят. Вот, любят Радищева, любят Декабристов, Некрасова очень любят, вот, Салтыкова Щедрина, Крылов, любят. И даже смугленького Пушкина. Да, и Пушкина любят, вот, невзирая ни на что, даже и на хулиганство, всякие. Вот. В новой культуре большевиков, да, всех светочей мира лучи сверкают. И именно вот потому, что у нас есть гордость, мы не можем видеть, что русский человек раб. Мы вообще не можем видеть, когда человек раб. Ну, просто поскольку мы чаще всего именно среди русских, вот, нам это, нам это, нам это зрелище особенно невыносимо, да. Нам невыносимо, вот, чем там, чтобы квартиру купить, русскому человеку надо на 30 лет в рабство продаться. И это абсолютно на ровном месте, потому что кругом, блин, небоскребы, блин, с тучей квартир, блин, стоят пустые. А может быть, еще такой же человек не дотянет, закончится, и эта хата слетает там через 15 лет, например. Ну, я говорю, да, ну, ты, то есть продаешься в рабство, грубо говоря. Ты продаешься в рабство. Он получает совет, страна рабов и рабовладельцев, понимаешь? Нам это гнусно, видеть именно вот из, в том числе из соображений национальной гордости. Да, ну, что ж такое, блин, реально? Что ж поколениями, поколениями, значит, предки работали, 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 и тут вдруг выяснилось, что потомку почему-то надо в рабство продаться, чтобы просто, блин, эту самую в каком-то человейнике, какую-нибудь халупу, малометражную взять. А как так получилось, что у него ничего нет? Предки работали, а у него ничего нет. А все, что они наработали, почему-то там десятка человек, они там все это собрали, написали мое. А что-то сломали нахрен. Да. Гнусно видеть, когда вот люди на улице загибаются без медпомощи. Гнусно видеть, что люди без домов есть, что вот беспризорников гнусно видеть, безработных гнусно видеть, и работающих гнусно видеть. Гнусно действительно, что человек реально идет, соглашается, блин, за пятнашку в месяц работать. Потому что у него нет выхода. Я, естественно, блин, потому что, наверное, всю жизнь мечтал. Мечтал, да. С детства. Думал, вот бы за пятнашку. Как бы мне за минималку, повпахивать. Вот. Это гнусно. Гнусно, что какие-то, блин, там ребята, блин, которые к русской культуре никакого отношения вообще не имеют, и к какой-либо культуре. Вот они сочиняют, кому сколько на жизнь хватит, блин, охренеть. При этом сами так жить даже не собираются. Деньги на этом зарабатывают. Да. Огромные, непропорциональные. Да. Нам гнусно видеть, я говорю, вот эти чувства национальной гордости, ну, у нас же, как я читал, националистов, русские любят очень справедливость. Да, вот. А тут повсеместно все несправедливо. То есть все не так, как должно быть. И это гнусно видеть любому патриоту, да, и любой патриот хотя бы желать будет, не говорю, что-то делать, хотя бы желать будет, чтобы это поменялось. И уж никогда патриот ни слова доброго, блин, настоящий, не скажет вот в адрес вот этого происходящего кругом жуткого катаклизма. Вот. Таким вот образом, товарищи, ну, что, обсудили неплохо, да, хорошую работу Ильича. Будем дальше обсуждать, да, товарищи? Может, немножко эмоционально, но я не могу. Меня пробирает, когда я Ленина читаю постоянно. Особенно, когда он гада начнет цитировать. Ну, еще Ленин даже еще ничего не хочет его разорвать. Часто от товарищей вопросы приходят. Допустим, вот, где-нибудь на производстве есть коллектив, небольшой, может быть, там какой-нибудь цеху работают вместе люди. И там все, безусловно, патриоты. Они, допустим, смотрят Соловьева какого-нибудь, другого, может быть, пропагандисты выбирают. Эх, как наши там этих украфашистов намотали. Или вот там в Сирии операция была. Вот как круто там наши интересы продавливаются. А при этом, ну, то есть, вот так появляется. Надо сказать, у Ваши интересно, нифига себе, у тебя что? Да. Даляха где-то есть. Вот-вот. Ты что, газом и нефтью приторговываешь? Ну, хорошо тебе, а отсюда ты нахрен пришел? Из любви к искусству, что ли? Одновременно с этим, допустим, когда действительно... Экстремальный вид спорта. Это, знаешь, эти челленджи, когда миллионеры специально там на себя шмотки накидывают бедняцкие и ходят потом по улицам, маскируются, чтобы почувствовать острее нервы, пощекотать. Вот он может... О, не, уже дошло до того, чтобы просто пройтись по улицам, это уже экстремальный спорт, блин. Не, надо еще курить не положить. Хорошо, вот какие там наши интересы там. Не, так это же не конец. Ну, допустим, с одной стороны, у человека вот такое позиционирование себя, русского человека в мире, вот он такой гордый и у него большая история. Если он гордый, такой чем-то, такой униженный. Да, и вот одновременно с этим, допустим, у него совершенно какие-то гадские условия труда, добиться от начальства он не может ничего и даже не пытается. Вот как бы сместить этот фокус гордости национальной, какие правильные слова подобрать, соответственно, для людей в своем рабочем же коллективе, чтобы вот эту гордость сместить вот с одного вектора в другой. С вот этого... Я говорю, по сути, просто говорить и все. Ну вот как сейчас вот с этим. Какие у тебя интересы, блин, там, понимаешь, в Сирии? какие у тебя интересы на Украине? Откуда они у тебя? У тебя, блин, твои интересы, они вряд ли даже, блин, твоего дома касаются, если он в ипотеку. Да. Понимаешь? Ну вот. Какой? Ты у себя в стране, считай, квартиран. А не окажутся у тебя вовремя денежку, блин, за квартиру там оплатить? Ты будешь жить в родной стране на помойке. Понимаешь? И к тебе представители, блин, этой власти подойдут не с точки зрения, блин, спросить, что случилось и как-то помочь, а с точки зрения, что пошел вон отсюда, блин, да, иди другое место и ищи. Понимаешь? Вот. И что это? Это отечество наше? Это наш отчий дом? Нормально так. Нетушки, нетушки. Вот именно вот это говорите, что я, Россия сейчас, отечество, вот оно для правящего класса. Вот они всем пользуются, везде ходят, куда хотят. Считают тут, вот всем распоряжаются, вот считают, сколько того надо, сколько того сделать. И вот со своими интересами. То есть мне надо, чтобы вот этот продукт произвели. Он не спрашивает там русским людям, надо? Или хотя бы таджикам. Нужно ли таджикам, вот которые наша любимая, новая наша любимая нация, за место русских стало, вот мы их теперь будем привечать. Нужно ли им это? Нет, я прибыль получу, если его сделаю. И пофиг, что скажут, что таджики загнутся половину, если ты не сделаешь. Что у меня про таджиков, про прибыль мне скажите? Получу я ее или нет? Я же говорю, нам вот, любому патриоту, любому, кто о национальных интересах печется, вот должно быть очевидно, что главный национальный интерес России, вообще везде, по всему миру. Но поскольку мы сейчас посреди России сидим, посреди российской столицы, вот, вот, по столу вот в России, значит, вот для нее главный национальный интерес, это начать строить коммунизм быстрее, как можно, как можно быстрее, вот, и увлечь за собой, желательно, всех соседей, а потом других соседей. У некоторых уже есть опыт совместной деятельности. Нет, опять же, да, и чеки, и чем быстрее, блин, вообще, чем быстрее, тем лучше вот это делать, потому что, вот, реальный, у нас еще вот какая-то привычка есть, вот, потому что мы вместе работали, блин, чем дальше, тем, тем дальше мы разойдемся друг от дружки, знаешь, уже вот, одна религиозная эта рознь, чего стоит. Знаешь, одни хотят барашков резать по праздникам, другие не хотят, чтобы барашков резали по праздникам, и вот, сколько можно гадости накрутить, вот, на одном вот этом. Так что, вот, товарищи, наши интересы национальные, это коммунизм. Вот, запомните это, как раз, для разговоров с национально озабоченными согражданами. На этом, наверное, стоп, да? беседа о работе Ленина, о национальном городе Севелихоросов, закончена, очень хорошо побеседовали. Я лично зарядился, классовый ненавистью, вот, и полон решимости отправиться в бой, воплощать нашу программу в жизнь, которую нам надо воплотить вперед Зюганова. Я все боюсь, потому что пока мы записываем, они уже побежали, наверное, строить государство истинного народовластия. Из окошка надо глянуть, вдруг там... Да, надо же посмотреть, может, там уже коммунизм. А, нет, выборы еще не прошли. На выборов можно не глядеть. Готовиться, хотя бы. Вот. Все, товарищи, до новых встреч. Всем пока. Рок-н-ролл. Жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok